Мой партнер совершенно меня не уважает, допускает в отношении меня такое поведение, такие поступки, которые вообще никак не вяжутся с моим представлением о уважении, о достоинстве в паре, в отношениях супругов и так далее. Ну, кстати, в обществе тоже такое происходит, ну и, соответственно, огромное количество злости, боли, обиды, гнева, в браке распадаются пары и тому подобное. Ведь у нас мозги так устроены, вон они нарисованы, это иерархические зоны, которые следят за тем, чтобы то, как к нам относятся, соответствовало нашим внутренним записям, о нашем статусе. А записи какие-то невротические, из какого-то прошлого у каждого свои взяты, ну вот мозг следит, чтобы все соответствовало. И ваш покорный слуга, в общем-то, такой же, да, который тоже, у которого было раздутое эго такое, да, и вот его постоянно триггерили, особенно близкие люди, да, жена. Вот, и говорят еще, да, а как сдуть-то это эго, мы же непонятны, и вот я нашел эту лазейку, однажды еду, словился я на этом триггере, такой сижу, как она вообще так, я же специалист, я же мужчина, я вообще, я же специалист, я же мудрый, я же такой. И в этот момент раз, щелчок, я сам начинаю говорить, ты такой серьезный, ты такой умный, ты такой значимый. И стало смешно, понимаете, я немножко изменил тон внутри, в диалоге с собой, и стало смешно видимость этого раздутого эго, и самое главное, огромное ощущение свободы. Ведь, несмотря на то, уважают вас, не уважают, что говорят, делают, все карты того, как будете действовать, вы у вас в руках. Другой вопрос, что страшно их применять, и это уже вопрос к вам, а не к тем, кого мы обычно морщим. Курс про психологическую грамотность серии подкастов еще успеете. Продолжение следует...